еще в апреле мы друзья им собрались на покатушку не помню названием в общем нам захотелось проверить лаз условия грязи сам началу покатушки мы опоздали потому же максимальная скорость лаза поджигает всего 50 километров в час поэтому добирались мы до места часа полтора и в итоге большую часть пути преодолевали одни достигли мы первых трудностей на маршруте какая-то река непонятно как ее преодолевать ну да что глубоковато тут одна из проблем которая преследует лаз заключается в том что при включении задней передачи и убивает и включает вторую затем чтобы решить эту проблему приходится разбирать кулису поэтому последствии заднюю включали на заглушенной машине не то что я просто нужно сейчас мне кажется них у нас маленько под засел но короче 40 лошадей и еще два коня смогли его вытащить грязи вот можно наблюдать сейчас в лазе 41 сейчас 42 лошади все лаз укомплектовал после первого брода который нам не было смысла пытаться преодолеть мы поехали по маршруту дальше и обнаружили других людей участвовавших по катушке уже винивый оборвался маятник а пожарик не смог преодолеть брод проблема заключалась еще в том что под водой на ней лежал лед мы попытались вытянуть поджерик лазом однако ничего у нас не вышло за время наших попыток прошли ними уже заменили маятник и вытянули поджерика лебедкой мы же отправились дальше поиски вменяемых препятствий для нашего луаза конечно мы вроде бы нашли какие-то более-менее препятствия для луаза сейчас посмотрим как он будет справляться с этой грязищей тут пока у вас совсем справляется но обнаружилось вот тут у нас интересно такая лужа посмотрите если он до нее доедет что будет как он себя проявит догнали мы на лазе еще несколько автомобилей которые ехали впереди нас тут у них возникли какие-то вроде как проблема видимо но небольшие проблемы но я думал лаза тут проблем не будет никаких ну а зеркало впало и ома и хера колесо повисло весь в грязи буря да ладно у тебя что лучше не спадывали давай еще маленько заехал все чего охе Что-то прикольно пошло делать. Попали мы в лесу в Пропу. Там впереди нас стоит Нива, у которой сломался маятник. Вторая Нива сломана маятником. Ну и, короче, никак ни с какой стороны не объехать. И вот мы в Пропу размышляем, что делать дальше. Дорога назад была очень узкая и развернуться на ней совсем непросто. Поэтому мы решили помочь развернуться УАЗу руками. Ну ты че? Совсем что ли обнаглел? Продолжение следует... С какой-то целью мы решили доехать все-таки до поляны, хотя на поляне, наверное, никого нету. И это как раз оказалось то место, где мы почему-то засели. Буквально сколько там, метров 500 от поляны мы смотрели засесть. При этом мест, где проехать, просто куча. То есть вот тут, вот менее глубоко, там как бы полегче. Но мы поехали именно сюда, и вот. Хайджек у нас достал до ядра земли. Подложили доску, сейчас поедем. То есть ты хочешь сказать... Доставать хайджеком до ядра земли была плохая затея, да? Подписывайся на канал, ставьте лайки и делайте все остальные вещи. У вас практически не ездит, но он не брошен. Придет время, и история продолжится. А пока несколько кадров в качестве затравки о том, что ждет в будущем. Это так и должно быть, да? Редактор субтитров А.Семкин